смотрим и удивляемся а теперь теперь видно ли меня слышно ли меня напишите пожалуйста в чате видно ли меня и слышно ли меня немножко хуже качество через зум левой ногой через правую ногу приходится так есть видно слышно окей друзья значит повторяю пока вы все подключаетесь напомню что каждый кто сделает репост этого видео в своих соцсетях получит сегодня подарок от вселенной также я напоминаю что 1 июня начинается набор на онлайн онлайн курс пьеса в нашей сценарной мастерской курс который я давно обещал который у меня давно просили поэтому вот если вы хотите написать пьесу то не пропустите начало набора а мы с вами стремительно движемся к финалу и это предпоследнее занятие и на следующем в следующий понедельник мы с вами за финалем наш с вами довольно большой двухлетний курс который мы с вами вместе все здесь проходили много что произошло за эти за эти два года и много что изменилось так жду пока все подключатся 3 на 14 человек только подключились где все остальные так если вы в прямом эфире смотрите то напишите в чате что-нибудь чтобы я видел что народ подключается так окей хорошо на давайте так сегодня у нас тема тема такого общего характера и вот я попрошу вас вспомнить бывало ли у вас такая ситуация может быть вы прямо сейчас находитесь в этой ситуации когда возникает ощущение что вы забуксовали на одном месте то есть вы делаете что-то до получаете какой-то результат известность деньги эмоциональные эмоциональное какое-то вознаграждение да при этом у вас все время назревает некое но чувство неудовлетворенности тем что вы делаете и вы пытаетесь работать больше пытаетесь делать что-то более интенсивно а ничего не происходит то есть усилия до даже увеличение каких-то усилий не приводит к тому что результат меняется условно говоря работаете получаете там 100 тысяч рублей в месяц до работаете сильнее интенсивно изо всех сил выкладываетесь два раза больше работаете получаете те же самые 100 тысяч или условно 105 тысяч или или даже еще наоборот меньше да чем сильнее работаешь 80 тысяч получаешь да то есть усилие увеличиваются а результат либо уменьшается либо увеличивается но незначительно незаметно вот бывало ли у вас такое то есть это то что называют стеклянным потолком да то есть ты упираешься да и ты как бы ты его не видишь да но преодолеть его не можешь подняться выше не можешь и и вот что это такое да но обычно это называют ну неким таким переходом на другой уровень и вот что такое переход на другой уровень мы с вами говорили о спиральной динамике говорили там о пирамиде делса самых разных инструментах говорили да вот все эти инструменты это упрощение и на самом деле вот таких вот порогов до таких потолков их у человека может быть много в разных областях да и переходов на разные уровни может быть очень много да то есть в чем-то одном человек не переходит на другой уровень как был так и остается до в чем-то переходит до условно говоря есть там отношения есть деньги есть там творчество и так далее качество жизни да то есть в разных областях все происходит по разному и я анализируя вспоминая там как какую-то историю своей жизни да то есть что я делал как я делал я четко вижу какие-то определенные события после которых все в моей жизни менялась да и это не обязательно там географическое какое-то движение да то есть да например там до 17 лет я жил вся да и последние там скажем последние два года всем же я там был просто король мира то есть все было отлично да то есть есть отдельная комната в родительской квартире есть что есть есть во что одеваться да есть любые книги какие только возможно да это типа там конец восьмидесятых огромное количество литературы стало доступно да есть библиотека районная да куда все эти книги поступают а вот сиди читай делай все что угодно музыка диски начали выступать выпускать пластинки да я ездил там соседний город за за пластинками на вот все замечательно четко выверили выверенное какое-то общение да и потом я переезжаю в вологду и оказавшись в вологде я оказываюсь просто вот на абсолютно на дне жизни это просто вот ну такая обочина да то есть это общага бандитская общаюсь с какими-то странными очень людьми да и потом у меня занимает там три года занимает путь от окраины вологды до до центра вологды там меняется круг общение меняется увеличивается доходы да и так далее так далее да дальше я устраиваюсь в газету в газету русский север и работаю в газете опять же тоже оказываюсь опять на откатываюсь на дно работая в газете до снова поднимаюсь да и снова упираюсь вот в этот в какой-то вот этот потолок до дальше работая в газете я из журналистов становлюсь редактором снова откатываюсь дальше снова поднимаюсь становлюсь главным редактором да потом переезжаю в москву опять откатываюсь в москве делаю карьеру до становлюсь редактором в москве снова поднимаюсь до дальше снова перехожу на новый уровень становлюсь сценаристом опять откатываюсь до поднимаюсь дохожу до потолка становлюсь основателем мастерской и на каждом следующем уровне тот кто внизу следующего уровня он получает больше ценности давайте обозначим как ценность дать деньги внимание до любые самые разные ценности вознаграждение эмоции чем тот кто на каждом на самом верху следующего уровня то есть на предыдущем уровне самый условно говоря когда я был журналистом до когда я стал журналист будучи студентом стал журналистом у меня доходы естественно очень сильно увеличились то есть когда ты зарабатываешь как студента получаешь стипендию условно говоря как 10 тысяч и там первый гонорар у меня был там как сейчас помню 14 тысяч рублей но 14 рублей до деноминации и я как сейчас помню историческую фразу сказал выйдя из редакции получив этот гонорар я жене сказал что нет журналистам заработать нельзя надо идти работать искать нормальную работу работать сторожем я пошел работать сторожем но продолжал уже продолжал писать статьи и через какое-то время меня взяли в штат газеты да и уровень доходов рос примерно так сентябрь 14 рублей 14 тысяч рублей ну давайте до рублей округлю 14 рублей октябрь 100 с чем-то рублей ноябрь полтора миллиона ну там полторы тысячи рублей да то есть доход резко вырос и и все и больше он уже не падал то есть у меня там был оклад сколько-то плюс гонорары да и там был плюс я выборами зарабатывал да иногда там было пять миллионов иногда там 10 до но вот резкий резкий рост доходов и и при том что я еще был не не на самой вершине журналистики да то есть я был где-то там в середине середине близко к низу а вот но это было намного выше чем на предыдущем уровне то есть перешел на следующий уровень и оказался внизу этого следующего уровня и это было намного намного больше чем чем у всех остальных и вот вопрос а в какую сторону расти в какую сторону развиваться давайте так вот насколько понятно это мысли да Что на следующем уровне, находясь внизу следующего уровня, вы зарабатываете больше, получаете больше ценностей, смотря что, да, не только денег касается, чем человек, который находится на самой вершине предыдущего уровня. И потом то же самое, да, то есть я там сделал, я был, наверное, самым известным по опросам, был самым известным журналистом в Вологде. И именно газетным журналистом, не телевизион. Телевизиончики там были более популярны. Вот. И потом, став редактором, да, но в доходах я уже не рос никак. Став редактором, я сразу же, как редактор, стал получать намного больше, чем получали журналисты. Да, и у меня было одно время, у меня была мысль, что я просто хочу быть журналистом, я редактором становиться не хочу. Но, как бы, а жить на что? Мне надо было там квартиру снимать, там и так далее, да, то есть там жена не зарабатывала, соответственно, там родителям надо было помогать. И вопрос, в какую сторону расти? То есть, если вы принимаете решение какое-то о том, вот, а чем я должен заниматься, что я хочу делать, в каком направлении двигаться. А расти нужно в сторону увеличения масштаба влияния на людей. Почему? Потому что такова природа жизни. Даже не природа человека, да, а природа жизни состоит в том, что она расширяется, да, вселенная расширяется. И, соответственно, да, любое, любое, любое живое существо, оно расширяет площадь своего существования, да. И, соответственно, человек тоже, задача человека, цель человека увеличить масштаб своего влияния на других людей. И занимаясь одним и тем же, вы можете иметь минимальное влияние, можете иметь максимальное влияние. И вот, если вы пытаетесь понять, а, собственно, куда идти, вот, надо идти туда. Туда, где наибольшее влияние на других людей. Это вообще никак не связано с позитивом, с негативом, да. То есть, если вы злодей, да, если вы Гитлер, да, Гитлер существовал на глобальном, на бирюзовом уровне, на верхнем. Там, где существует Иисус Христос, Илон Маск, Стив Джобс, Будда, да, и так далее, и так далее. Вот на этом же уровне существовал и Гитлер. На этом же уровне существовал Наполеон. На этом же уровне существовал Македонский, да. То есть, все вот эти злодеи-завоеватели, Чингисхан и так далее, и так далее, да, они все существовали, Сталин, они все существовали на этом уровне, да. То есть, они максимально влияли на ситуацию, на мир, на других людей. Максимально влияли на максимальное количество других людей. Потом уже дальше люди как-то оценивают это влияние. Оценивают, переоценивают, да. Я думаю, что люди, которые жили при Чингисхане, не очень его любили, да. А потом прошло какое-то время, говорят, у, великий, великий человек, оказывается, был. Вот, поэтому я думаю, что, может быть, и других упомянутых мной персонажей мы через какое-то время будем переоценивать. Но важно здесь не знак, да, важно увеличение влияния. Поэтому, если вы злодей, да, увеличивайте ваше злое влияние. Если вы добрый человек, хороший, да, то увеличивайте ваше хорошее влияние. И при этом есть парадоксальная ситуация, что, скажем, вот в том, что касается искусства, да. То есть не всегда, не всегда понятно качество этого влияния, да. Не знак влияния, да. Это отдельная тема. Я вообще считаю, что человек должен, конечно, он должен позитивное влияние оказывать, да. Но не всегда, сами конкретные действия не всегда позитивны, да. То есть врач, который, стоматолог, который сверлит вам зуб, да, он может причинять вам боль, да. Да, или врач, который делает операцию, он может причинять вам боль, да. Но это боль, без которой обойтись нельзя, вот. Поэтому тут отдельно для этого существует этика, да, этические дилеммы, сложные-сложные, там, культурные ограничения и так далее, и так далее. Да, сейчас мы туда не пойдем, да. Нам с вами надо разобраться принципиально, что мы делаем. Но может статься так, что, например, в искусстве театр с маленьким залом, с залом 40 человек, дает большее влияние, чем сериал на первом канале. У меня такое было, такое бывало, потому что мне случалось и видеть свои тексты, поставленные в зале на 40 мест, ну, например, в театре доктор, 40 мест, и видеть свой сериал на первом канале на России, на НТВ, да. И мне случалось и видеть, как сериал, вышедший, например, на первом канале, который посмотрели миллионы человек, производит нулевое влияние на аудиторию. Нулевое. Никогда люди посмотрели что-то, плечами пожали и дальше пошли. Да, и при этом пьеса, поставленная в зале на 40 мест, она оказывает большее влияние, более масштабное влияние на социум вообще, на социум вообще, да. Почему? Потому что эти 40 человек, сидящие в зале, они более влиятельны, потому что эти 40 ушли, и каждый из них повлиял еще на 40. А те 40 еще на 40, да, то есть происходит такое распространение ваших мыслей, ваших идей, да, которые действительно, действительно начинают на всех влиять. Чем что-то, что смотрят миллионы людей. Вот. И это тоже нужно понимать, и это тоже нужно учитывать. Насколько понятна эта мысль, что маленькая аудитория, да, но качество аудитории, на которую вы влияете, да, за счет того, что люди влияют на других людей, может увеличивать влияние на общество, да, нежели месседж, отправленный напрямую на очень-очень большую аудиторию. В интернете, кстати говоря, я тоже это видел, да, потому что у меня есть какие-то видео, да, которые смотрели там 100 тысяч, 200 тысяч, 300 тысяч, да, то есть 300 тысяч посмотров – нулевое влияние, да. И при этом есть какое-то видео, условно говоря, которое там тысячи человек посмотрело, и я то там, то там вижу отражение этого, этой тысячи просмотров. Или мне потом люди приходят и говорят, а вот мы это там у вас видели. То есть за счет качества можно увеличить и объем охвата аудитории. И вот мы идем по направлению к увеличению этого охвата, и в какой-то момент мы упираемся в некий потолок, да, то есть когда действия, которые мы делаем, не приносят результата, который мы хотим. Каковы признаки этого потолка близкого? Очень часто люди не замечают того, что они уперлись в потолок, да, и только постфактум, да, прошло 2-3 года, человек вдруг так, что-то ничего не меняется в моей жизни. И есть четкие признаки, да, по которым можно определить, что вы в этот потолок уперлись. Вот смотрите, каковы эти признаки? Первый и главный – вы круче всех вокруг вас. То есть если вы замечаете, что все вокруг вас, да, они не такие крутые, как вы. Как у меня в Сям же в какой-то момент я обнаружил, что все люди, которые вокруг меня окружают, да, они и читали меньше, и думали меньше, и вообще как-то о жизни понимают гораздо меньше, чем я. Вне зависимости от того. Взрослые, подростки, дети, старики и так далее, и так далее. Вот если поймали себя на этой мысли, что вы круче всех вокруг вас, вполне вероятно, что вы уже к потолку приблизились. Дальше. Плотность событий снижается. То есть время тянется, да, день тянется, неделя тянется, а годы летят. То есть вот день проходит, и вы думаете, господи, какой длинный день, вот тянется и тянется, никак он не закончится. Смотрите на часы, да когда уже 7 вечера, когда уже 10 вечера можно будет спать лечь, уже никак он не кончится, этот бесконечный день. При этом смотришь, как 23 год? Вчера же был 2008, да, а годы летят. Дальше. Вы делаете много разнообразных сложных действий. То есть у вас очень много, вы делаете очень много всего. Условно говоря, если введете список дел, у вас там 20 дел в течение дня, которые надо сделать. И тратите много сил на то, чтобы контролировать много вещей. Да, вот этому надо позвонить, это надо сделать, то надо сделать, 5, 10. Да, вот все делайте, 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 делайте. Пост надо написать, рассылку отправить, вебинар провести, да, и так далее, и так далее. Дальше, следующий. Нет ростов доходов. Вроде бы делаете одно и то же, да, но если смотрите доходы, а в этом году сколько было? Столько. А в прошлом столько же, а в позапрошлом столько же. Роста доходов нет. Дальше. Детали начинают иметь большой смысл. То есть для вас становится важно какой-то отдельный конкретный пост, какое-то отдельное конкретное действие, какой-то отдельный конкретный человек становятся для вас очень важны. То есть вы начинаете фиксироваться на деталях, на чем-то конкретном. Дальше. В конце дня вы чувствуете себя уставшим, но при этом нет ощущения, что сделали за день все, что надо. То есть у вас есть ощущение такое, что вы не имеете права на отдых. И там уже поздно вечер, а вы думаете, а вот еще вот это надо сделать. Хотя бы уже даже писать не можете, а вот хоть книжку почитать умную какую-нибудь. Не тупой детективщик, чтобы голову разгрузить, а вот что-то, что мне пользу какую-то принесет. Музыку не могу послушать, надо слушать обязательно лекцию какую-то. То есть что нужно. Хочется еще, вот там помидорки посажу, хочется еще что-то ухватить, сделать какое-то еще полезное действие. И при этом вы больше вспоминаете. То есть вы, если есть там минутка свободная, вы начинаете что-то вспоминать, что было в прошлом. Вот у кого, кто узнал себя в этом описании? Кто из вас находится сейчас на этой стадии? Да, вот Ирина пишет. Мой покойный брат однажды мне заметил, что окружение мое изменилось, и я кормлюсь прошлыми заслугами царю в данном кругу. И как только он мне об этом сказал, я осознала и двинулась вперед. Я не предполагаю, что все вы находитесь, да, я думаю, что там кто-то находится на другом, в другой ситуации. Сейчас я ее опишу, но вполне может быть, что кто-то из вас находится на этой стадии. Причем, да, еще на самом деле может быть так, что вы в какой-то области можете достигать этого потолка. Например, вот если уж мы с вами предельно откровенно работаем. Я в спорте достиг сейчас, прям чувствую, что я достиг потолка, да, что те действия, которые я делал для своего физического развития, да, они мне очень естественно там в свое время помогли, да, но я чувствую, что сейчас все, я как бы остановился, прогресса нет, и надо делать, надо попробовать что-то другое, да, то есть я сейчас меняю физическую программу. Ну, свою, ну, здесь и возраст. Что делать, да, как найти этот новый уровень? Искать самый, ответ самый простой, он очевидный, да, то есть искать новое, пробовать новое, пробовать делать что-то, что вы раньше не делали, не делали. И обратное, да, пробовать, переставать делать что-то, что вы делаете сейчас, да, то есть анализировать, что вы делаете сейчас, смотреть. Вот, я делаю то-то, то-то, то-то. Отказывайтесь от этого и пробуйте делать что-то новое. И постепенно вы нащупаете то действие, которое приведет к изменениям. То есть мы расшатываем свою повседневную жизнь, да, то есть мы, когда уперлись в потолок, да, мы начинаем свою повседневность раскачивать, расшатывать, чтобы впустить в нее что-то новое. Причем вот те действия, которые вы делаете, да, это может быть что-то, ну не знаю, пью кофе, буду чай пить. Или воду буду пить. Ложусь спать в 11 вечера, буду в 10 ложиться. Или наоборот в 12. Да, слушаю Гребенщикова, буду слушать СОЯ. Да, или не знаю, там, китайскую, китайскую оперу, пекинскую оперу. Да, буду, вот что тут, этот самый. Да, читайте книги на телефоне, читайте в бумаге, да, то есть или не читайте, а смотрите видео, да. То есть вот нащупать то действие, которое как бы приведет к изменениям, да, оно может быть не первым, не вторым, не третьим, а десятым действием, которое вы измените. Да, а может быть сумма этих действий приведет к каким-то изменениям. А может быть вы просто увидите что-то, что вы не видели раньше. Увидите какое-то новое действие, которое надо перестать делать. Или может быть то действие, которое вы делаете сейчас, и которое вам кажется таким, ну, несущей конструкцией вашей жизни. Да, а если вы его уберете, на место него придет что-то совершенно другое и гораздо более важное и интересное. И за счет чего происходит переход? Как правило, за счет четырех вещей. Одно из четырех вещей, да, то есть у вас приходит какое-то новое место, да, то есть вы переезжаете в какое-то новое место. Может быть это не другой город, другая страна, да, может быть это в ощущениях, новое место в ощущениях. Сейчас я забаню тут пассажира. Да, есть. Может быть даже внутри города вы каким-то образом переместитесь и что-то изменится. Может быть внутри даже... Вот у меня мама, царствие небесное, у нее когда было плохое настроение, она затевала перестановку всегда. Причем в этой перестановке были такие достаточно, не то что глобальные, да, не кресло переставить, да, давайте все переедем из комнаты в комнату. Да, и мы периодически раз там в полгода мы полностью, я переезжал в другую комнату, да, родители переезжали в другую комнату, да, у нас постоянно вот была такая движуха. И это реально очень сильно сдвигало точку сборки, да, то есть внутри квартиры мы делали переезд. Вот, и это очень-очень-очень здорово помогало вот эту рутину встряхнуть. Дальше. Новые люди. Причем новые люди это не только люди, с которыми вы реально общаетесь, да, это люди, с которыми вы общаетесь виртуально, да, и когда вы смотрите какой-то новый сериал с новыми героями, вы тоже... Для вас это тоже люди. Когда вы читаете книгу, для вас это тоже люди, да, вы тоже общаетесь с другим человеком, читая книгу. Новая работа, да, новая работа, новое хобби, да, то есть новое какое-то постоянное действие, которое вы делаете. И новая любовь, да, опять же, любовь это может быть любовь как любовь к человеку, да, любовь к делу, увлечение, любовь к творчеству, да, любовь к чему-то. Вот четыре основных изменения, да, новое место, новые люди, новая работа, новая любовь. Насколько понятна эта мысль? Структура изменения, да, то есть за счет чего происходит изменение? Если понятно, напишите, что понятно. Если есть вопросы, то задайте вопросы. Так, жду какую-то, не могу понять, тормозит, тормозит трансляция, вы видите меня, слышите? Напишите, если мысль понятна, напишите, что понятно. Если есть вопрос по этой части, то задайте вопрос в комментариях. Я вас дергаю, да, и заставляю, чтобы вы написали понятно, именно для того, чтобы вы для себя зафиксировали. Ага, все, я понял, кладу мысль на полочку, да, зацепился. Зацепился. Ок, идем дальше. Да, движемся дальше. Вот мы с вами поговорили о признаках потолка, в которые вы упираетесь. Но, может быть, ведь и другая совершенно ситуация. И давайте я сейчас ее опишу, и вы попробуйте сопоставить ее по отношению, ну, с вашей ситуацией. Наверняка кто-то из вас находится здесь, да. Кто-то, несколько из вас находятся в ситуации потолка. Но, может быть, вы этот потолок уже прошли, и для вас он уже стал полом. Может быть, вы там находитесь. Вот какие признаки. Первое. Все вокруг круче вас. Да, то есть вы оказались в комьюнити, в котором все вокруг вас талантливые, богатые, здоровые, красивые, успешные и так далее. Да, то есть все вокруг круче вас. Да, он только пишет. Инсайт. Надо переехать внутри квартиры. Дальше. Плотность событий возрастает. То есть время летит, день пролетает за секунду. То есть утром проснулись, не успели оглянуться, а уже вечер. День пролетел. Но при этом год кажется вечностью. Да, то есть время, структура времени меняется. Да, и вы вспоминаете, смотрите там, фейсбук показывает там, а что вы делали в прошлом году в этот день. Вы смотрите и такой, не может быть. Это было 10 лет назад. Это было в какой-то позапрошлой жизни. Столько всего произошло за этот год. Я не верю, что это я был. Да, настолько все изменилось. Дальше. Ваши действия упрощаются. Вы делаете какое-то одно-два полезных действия. Да, полезных и понятных. И эти одно-два действия приносят больше результата, чем 10-20 действий, которые вы делали раньше. То есть вы прям четко понимаете, что вот вы сейчас делаете то, что надо. Да, почему? Потому что оно сразу же приносит результат. Не обязательно это деньги. Может быть это результат как самоощущение. Результат как обратная связь позитивная какая-то. Да, и так далее, и так далее. Не так важно. Да, важно то, что возникает ощущение того, что действие приносит результат. Может быть даже вы вообще сейчас не видите какого-то результата. Но вы видите то, что через какое-то время этот результат будет. Да, условно говоря, когда ты пишешь пьесу, да, это не значит, что ее там завтра поставят. Да, но вы понимаете, что через какое-то время, может быть через год, может быть через 10 лет, может быть вообще после вашей смерти, да, эта пьеса обязательно будет на сцене. Идет рост в доходах. Да, то есть чаще всего сразу же идет, да, причем вполне очень часто бывает так, что вы делаете действия в одной области, а доходы приходят откуда-то и с другой стороны. То есть, может быть вы продолжаете работать на работе, но вдруг там наследство получаете, да, или подарок денежный какой-то, или долг какой-то старый возвращается, да. То есть деньги начинают приходить. Казалось бы, даже без какого-то, без какой-то связи с вашими действиями. Но идет прям конкретный рост дохода. Детали того, что вы делаете, не важны. Вы очень четко концентрируетесь на сути. И все, что было важным раньше, становится неважным. Да, то есть вы прям вспоминаете, что вот, да, вот тут делал то-то, то-то, и понимаете, что это было вообще не туда, это было вообще не о том. А вот то, что сейчас делают, да, это важно. И это как раз то, что ты делаешь именно то, что надо, да. То есть содержательность жизни меняется. И возникает ощущение, что сделал одно какое-то действие и уже хорошо поработал. У писателей очень, очень как бы четко, у писателей это бывает, да, когда работаешь над каким-то текстом, да, утром, допустим, в 7 утра встал, написал свою норму, в 9 закончил. Встаешь и ощущение, что, да, день весь впереди, да, весь день свободен. Но ощущение, что ты уже поработал. И ты день можешь отдыхать. Нет такого, что вечер, ты устал как собака, но еще надо еще лекцию послушать, надо еще пост написать, надо еще рассылку отправить, надо еще что-то сделать, да. Тут действие сделал одно, да, даже не запыхался. А ощущение, что уже поработал. Уже прям все классно. И вы чаще мечтаете. То есть взгляд направлен в будущее, а не в прошлое. И вы думаете о том, что вот я сейчас сделаю вот это и будет вот это. А потом будет вот это. То есть вы все время думаете о том, что будет после того, как вы что-то сделаете. Взгляд направлен в будущее. Вот кто из вас узнал себя в этом описании? Напишите в чате. Пару месяцев назад. Пару месяцев была ситуация потолка. После ВП все начало шевелиться. С началом курса по роману все закружилось. Все круче. И дела стало делать легче, потому что сместились приоритеты. Вот, кстати говоря, мастерская в этом отношении, ну вообще любое обучение очень сильно помогает. То есть вы меняете среду. У вас есть четкая задача. У вас есть четкое понимание то, что надо сделать. Условно говоря, в мастерской мы пишем текст. Вы утром текст написали. Все, у вас уже ощущение смысла появляется. Ну и плюс окружение, конечно. Так, про плотность проживаю прямо сейчас. Очень откликается. Делаю меньше полезных действий, но результат выше. Да, тоже частично узнал. Есть. Хорошо. Вот что делать в этом случае? Вот смотрите. В предыдущей ситуации, в ситуации, когда вы уперлись в потолок, мы расшатываем реальность. То есть мы, нашу повседневную жизнь, начинаем пробовать, да, то есть мы начинаем, вот как пиратский корабль, да, капитан на пиратском корабле, да, а есть бунтарь на пиратском корабле. Вот вы становитесь таким бунтарем на пиратском корабле. Ваша задача, да, себя капитана, поднять бунт. Вы, бунтарь, поднимаете бунт против себя капитана на пиратском корабле, да, и ваша задача разрушить то, что есть у вас сейчас, расшатать, да, чтобы там, где слабо, там треснуло и развалилось, и рассыпалось. И вы на месте этого развалившегося поставили что-то новое. Вот. А здесь, вот в этой ситуации, если вы перешли на следующий уровень, вы начали что-то новое делать, да, что делать в этом случае? Неизбежно будет накапливаться тревога, потому что вы делаете что-то новое, да, идете по неизведанной ситуации, вы совершаете ошибки неизбежно, да, эти ошибки накапливаются, ощущения ошибок накапливаются, да, и из-за этого повышается уровень стресса. Вот что с этим делать? В этом случае нужно зацепиться за что-то, что вы можете постоянно повторять. То есть, нужно понять, какое действие вы должны повторять для того, чтобы удерживать результат. И если вы не знаете, какое действие повторять, не можете понять, какое действие, повторяйте все, что угодно. Да, то есть, когда все развалилось, да, рассыпалось, взорвалось, да, и не устаканивается, нужно за что-то держаться. И вот это что-то может быть все, что угодно. Да, привычка писать пост каждый день, занятие спортом каждый день, пить кофе каждый день, разговаривать с одним и тем же человеком каждый день, читать одного и того же автора каждый день, слушать одну и ту же музыку каждый день, да, вот все, что угодно. И это даст вам возможность стабилизировать ситуацию, да, и выйти из стресса, да, то есть, снизить уровень стресса, потому что в этом, ну, когда теряешь опору, да, уровень стресса просто запредельный. Да, условно говоря, когда я из Вологды приехал в Москву, да, стресс был просто кошмарный, просто, ну, рушилось все, менялось все, что делать, за счет чего я выжил? За счет книг, за счет музыки. То есть, я читал те книги, которые, ну, как я до этого, то, что я до этого читал, да, вот я читал те книги, которые я читал до этого, тех же авторов. Вот, и меня это стабилизировало. То есть, условно говоря, у меня времени для этого было, типа, там, час утром, когда едешь на работу, и час вечером, когда едешь с работы. Да, и вот этот час позволял мне стабилизироваться психологически. Вот, и когда вы поймете, что можно повторять каждый день, какое действие вы повторяете каждый день, оно приносит вам результат, вы начнете очень быстро расти внутри уровня. Вот внутри самого уровня у вас рост пойдет очень быстро. И адаптация очень быстро пройдет. То есть, стабилизируем для того, чтобы удержаться на уровне, стабилизируем свою повседневность. Да, чтобы вы еще, чтобы не было так, что у вас случится нервный срыв, и вы скажете, а нафиг мне все это надо, я вернусь обратно. И у меня, я видел людей, которые, условно говоря, там, люди, которые приезжали из провинции в Москву. Еще сейчас, например, сегодня 23-й год, сейчас не такая большая разница между провинцией и столицей, какая была в 2001 году, когда я переезжал. Тогда это была вообще другая цивилизация абсолютно. Менты по улицам стояли на каждом шагу, отлавливали без регистрации людей. Работу было сложно найти. Жилье было сложно найти. Денег не было. То есть, все было тогда, все было гораздо сложнее. И были люди, я видел людей, которые попробовали, а из-за того, что они не смогли стабилизироваться, у человека случается нервный срыв, и он просто бросает все и уезжает. И возвращается обратно туда, на предыдущий уровень. А второй раз оттуда сунуться сюда будет уже гораздо сложнее. То есть, это можно сделать, но очень часто человек на этом ломается и все, и уже остается, навсегда уже остается на предыдущем уровне. Насколько понятно это? Или если есть вопросы, то задайте ваши вопросы. надо же одно и то же слова у многих, и оно частично. Сначала узнала себя в том, что достигла потолка, теперь вижу себя в том, что потолок стал полом. Так, с начала года денег вырос доход, но я поняла, что неинтересно расти в этой деятельности. Пошла параллельно в другое направление. Понимаете, опять же, если вы понимаете, как это все работает, да, то вот эти переходы на новые уровни, они проходят без кризисов. Да, то есть, в кризис человек очень часто влетает именно из-за того, что столько накопилось всего старого, да, и вы бьетесь, бьетесь, бьетесь в этот потолок, нарастает неудовлетворенность, и человек устраивает сам себе, устраивает кризис для того, чтобы разрушить то, что у него было, да, и если, опять же, вы понимаете, как это работает, да, можно не устраивать себе кризис, вернее, его можно сделать рукотворным, да, то есть, не все разрушать, да, условно говоря, у вас есть там работа, семья, здоровье, и так далее, и так далее, и вам нужно изменить что-то из этого, может быть отношения нужно изменить, вполне может быть такая ситуация, да, что вам надо что-то поменять в своих отношениях, может быть в работе надо что-то поменять, может быть в окружении надо что-то поменять, да, в здоровье, может быть, надо что-то поменять, не знаю, курить бросить, да, и вам нужно сделать что-то одно, а вы разрушаете вообще все, нужно поменять работу, а вы разрушаете отношения, здоровье разрушаете, да, и так бухать начинаете, и так далее, и так далее, если вы это понимаете, да, Вы очень быстро выявляете, где нужны изменения, и сознательно эти изменения проводите. И у вас тогда и уровень стресса гораздо меньше, да, и кризиса серьезного нет, да, который там и на психику, в числе прочего, влияет, да. И в итоге вот это, мне очень понравилось то, что многие из вас написали, что частично себя ощущают, да. Это значит, опять же, что уровень осознанности очень высокий, да, и что вы в какой-то области находитесь на одном уровне, а в другой какой-то области вы находитесь на другом уровне. Условно говоря, в одной области вы достигли потолка, а в другой области вы перешли и твердо стоите на полу. Вот это идеальная ситуация, когда вы параллельно ведете несколько таких сюжетных линий. Так, реально для меня сдерживающим фактором является год денег. Точно знаю, что именно в понедельник буду общаться с интересными людьми, да, в том смысле, что это убирает уровень стресса. Я понимаю это, да. Кстати, любая учеба, она очень сильно помогает. И меня на самом деле, вы знаете, вот вообще инфобизнес хейтят в последнее время. Я считаю, что вот эта волна инфобизнеса, которая в России происходит там с 2008 года, она очень круто помогает из-за того, что у нас реально очень там последние 15 лет очень большие изменения в стране происходят. И в жизни людей очень большие изменения. Вот это, помимо всего прочего, инфобизнес помогает людям снизить уровень стресса. То есть, когда ты проходишь какой-нибудь тренинг, особенно длинный, годовой тренинг, когда ты находишься в психотерапии, когда ты находишься в коучинге, да, и знаешь, допустим, что вот сейчас у тебя получится, да, но я знаю, что в пятницу там в 10 утра я приду там к психологу на прием или к коучу. Или что я знаю, что там в четверг в 20 часов, да, в мастерской, урок в мастерской, да. Это помогает стабилизировать. Вот, и это реально прям очень-очень, мне кажется, что инфобизнес – это такой механизм самозащиты общества. Так, стабилизирует ежутреннее написание благодарности вселенной левой рукой. Да, вот, кстати, очень круто, ритуалы помогают, вообще любые ритуалы. Так, помогает тренировка джиу-джитсу. И наши тренинги в мастерской, да, зимой вывезла только за счет сынового курса. Так, если пока волна несет, нужно цепляться за повторяющиеся действия. Да, нужно цепляться за повторяющиеся действия, да. То есть, если вы чувствуете, что уровень стресса растет, то, соответственно, да, нужно себя стабилизировать каким-то действием. Итак, домашнее задание вам. Определить, где находитесь вы. И, соответственно, да, скорректировать свою стратегию в соответствии с этим. То есть, если вы находитесь, если вы чувствуете, что вы в чем-то дошли до потолка, соответственно, начинайте расшатывать и искать что-то новое. Если вы находитесь на полу, да, то есть прошли на новый уровень, значит, начинайте стабилизировать. И вы заметите, как очень быстро все изменится. Как вы начнете пробивать потолок, или если вы стоите на полу, как вы начнете очень быстро расти внутри своего уровня. Вот что я хотел вам сегодня рассказать. Извините, что немножко с трансляцией получилось криво, но я вывешу потом оба эти урока, обе части урока, можно будет в записи посмотреть. И следующее наше с вами занятие, оно последнее. Я дальше в отпуск уезжаю, и вообще и вам тоже надо отдохнуть. Трудные два года были. И последнее занятие, следующее, будет посвящено ответу, ответа на ваши вопросы по всем двум годам практической маме. И занятие важное. И я попрошу вас сделать следующую вещь. Я понимаю, что если я просто скажу, ну задавайте вопросы. Вы такие, да и так все понятно. Не о чем говорить. И я введу ограничения. Каждый из вас может задать только один вопрос. И я отвечу на только один вопрос. Каждого из вас. И подумайте хорошенько вот над чем. И я попрошу вас тоже не вот так вот, да, к этому отнестись, а серьезно. И в течение недели подумать. Ответ на какой вопрос принесет вам максимальную пользу. И прежде чем его задать, спросите себя. Точно ли вы не знаете ответа на этот вопрос. Потому что очень часто бывает так, что когда человек формулирует какой-то вопрос, да, он ответ на него уже знает. Подумайте об этом. Я постараюсь максимально честно, максимально открыто на ваши вопросы ответить. Но может быть так, что вы зададите какой-то вопрос, да, а ответ на него уже был. Да, и ответом, условно говоря, как проходить кризис? Или а что делать с внутренним критиками? Мне мешает внутренний критик. Ну, ребят, я про это уже рассказывал, да, и я в этом случае буду вас просто отсылать. Вот возьмите и переслушайте. И свой вопрос тоже проверяйте на это. Да, то есть нужно ли вам целого молчаного заставлять отвечать на ваш вопрос? Может быть, ответ на этот вопрос можно найти за одну секунду в гугле. Вот проверьте этот вопрос на его, что называется, уникальность. Да, то есть я не собственную важность повышаю, да, а я хочу вас сконцентрировать на вопросе. То есть здесь даже не ответ важен, да, а здесь именно важна концентрация, то есть важен правильный вопрос. Может быть, вы можете найти ответ на вопрос, не задавая его мне. Куда в отпуск поедете? Это секретная информация. Естественно, я... Потом, постфактум, узнаете. Так, записи занятий сохранятся? Да, записи занятий сохранятся, хотя, честно говоря, мне это не очень нравится. Я бы... Потому что, ну, записи есть, мы их потом переслушаем долгими зимними вечерами. Мне больше нравится удалять записи, да, потому что кто был, кто послушал, тот молодец. Вот, а кто не послушал, ну, как бы, тот и так не послушает. Поэтому посмотрим. Может быть, удалюще. Для мужчин и женщин одинаково проходит период роста? Хороший вопрос. Здесь я бы сказал так. Надо учитывать, да, то есть, понятно, что здесь, если прям вот, ну, по гамбургскому счету на него отвечать, я бы сказал, что нет. Да, то есть, с одной стороны, да, какие-то основные, там, более или менее, да, законы физики одинаковые для мужчины и для женщины. Но, надо учитывать разницу в физиологии, да, то есть, вплоть до того, что женщины и мужчины развиваются по-разному, да, условно говоря, там, девочка в 12 лет, это уже, ну, вполне сложившаяся женщина. Мальчик в 12 лет – это зародыш человека. Да, мне кажется, что мальчик и в 30 лет еще не совсем человек. Вот, то есть, женщины в этом смысле, да, они просто вот в силу, там, особенностей физиологического развития развиваются быстрее. И они дольше, что называется, дольше сохраняют светлый ум и здравую память, в отличие от мужиков. Да, то есть, мужчины созревают позднее и быстрее выходят из, что называется, из состояния ясного ума. То есть, мужчина очень часто, лет в 50-60 лет, его когнитивные способности гораздо хуже, чем у женщин в том же возрасте. Вот, поэтому здесь, в этом смысле, женщина находится в выигрышном положении. Но, с другой стороны, существует социальная ситуация, да, условно говоря, то, как общество относится к женщине. И здесь, естественно, существует довольно большая разница в том, как женщины и как мужчины существуют в социуме. Да, достаточно посмотреть просто на список генеральных директоров крупных компаний. И это не только, там, на Востоке вообще без разговоров, в России вообще без разговоров, на Западе там меняется в этом смысле ситуация, но тоже я не сказал бы, что она там сильно меняется. Скорее, показухи много, да. Вот посмотрите список губернаторов в России. Да, допустим, если вы женщина, и вы хотите заниматься управлением, да, вы с удивлением обнаружите, что в России одно время было 2 женщины губернатора, а сейчас, по-моему, одна женщина губернатора. Да, накладывает ли это отпечаток какой-то? Конечно, накладывает. Конечно, есть, существуют ограничения по этому поводу. Да, это не значит, что я эти ограничения там поддерживаю и согласен с ними. А вот, но это ограничения, которые существуют и которые надо учитывать. Так, оставьте. Да, да я ставлю ее записи, господи. Они и здесь останутся, в ВКонтакте, и в подкасте останутся, и на Ютубе тоже останутся. Поэтому вот вам домашнее задание. Формулируйте вопрос, и на следующей неделе мы увидимся и поговорим. Я отвечу на ваши вопросы. Спасибо.